Не выше 9% для вкладов в тенге и 4,5% в иностранной валюте. Это рекомендуемая ставка вознаграждений для депозитов в отечественных банках. Ее устанавливает Национальный банк совместно с Фондом гарантирования депозитов. По сути, сумма вознаграждений – это цена денег, которую предлагают банки. Многие из них завлекают клиентов, обещая высокий доход. Впрочем, такие финансовые институты сразу попадают в черный список Фонда гарантирования депозитов. Мы банки ранжируем. Мы делим их на менее рисковые, более рисковые, еще более рисковые, еще более рисковые и самые рисковые. То есть у нас 5 групп. В прошлом году мы еще ввели одну группу, группу S, на английском ее называем special, куда входят банки, которые предлагают более высокие ставки по депозитам. Чем больше процент вознаграждения, тем выше пошлина в Фонд гарантирования депозитов. Это так называемая страховка, которую собирает государство для выплаты компенсаций в случае ликвидации банка. Кроме того, высокие ставки – это сигнал о том, что финансовый институт прибегает к крайним мерам, чтобы удержаться на плаву. Одним из первых был валют-транзитбанк, который обанкротился в 2007 году. Тогда остались обманутыми 260 тысяч вкладчиков по всей стране. Многие из них до сих пор не могут вернуть даже часть своих вложений. Если сравнивать, допустим, 2007 год и 2014 год, за последние 7 лет доверие к банкам подверглось значительной коррозии. Потому что оказалось, что регулятивный орган в лице Национального банка, вообще говоря, не всегда контролировал ситуацию, что происходит в банках. Впрочем, из 10 банков только 2 держат ставки на рекомендуемом уровне. Высокие ставки вознаграждений в какой-то мере привлекают вкладчиков. Однако не все спешают отнести свои сбережения в банк. Много прецедентов было, когда ситуации случались. Не очень приятно для вкладчиков. Так что, думаю, что не очень все-таки надежно. Я думаю, никому не известно, как тогда во время перестройки все же деньги пропали. Так и сейчас может быть. Кто знает. В целом, по прогнозам экономистов, в этом году объем депозитов может увеличиться. Только вклады будут в большей степени в долларах и в евро. Из-за существующих разговоров о девальвации национальной валюты. Амина Абдрахманова, Рашид Шукаралиев, Талап Сагимбаев, телеканал Алматы. Продолжение следует...